Суд в Гааге начал процесс по делу о геноциде в Эфиопии. Судят Эшету Алему с подвижника эфиопского диктатора Мингисту Хайле Мариама. Его обвиняют в арестах, пытках и убийствах оппонентов режима в 70-х годах прошлого века. «Всё произошло давно и далеко от Нидерландов. Но если посмотреть на факты, то погибло много людей, сотни были арестованы. Так что оснований для суда достаточно». Эшету Алему был представителем Мариама в эфиопской провинции Гаджам. В 1978 году он отдал приказы о расстреле по меньшей мере 75 заключённых. Он также ответственен за незаконный арест и пытки более 200 человек. В 1990 году Алему бежал из страны под видом беженца. Он находится в заключении в Гааге с 2015 года. Тем временем сам диктатор Мингисту Хайле Мариам в 1991 году бежал из Эфиопии в Зимбабве, где находится по сей день. В ходе процесса заслушают свидетельства жертв режима. «Этот человек и режим сделали мою страну жертвой. Если посмотреть на политическую ситуацию в Эфиопии с этнически ориентированной политикой, диктаторством, проблемой беженцев, то видно, что это всё из-за так называемого режима Дерк. Главный босс Мингисту по-прежнему в Зимбабве. Это он должен предстать перед судом». В 2007 году Эфиопский суд заочно приговорил Эшету Алему к смертной казни за участие в красном терроре. Его военная коммунистическая хунта Мариама осуществляла после свержения императора в 1974 году. В том же году к смертной казни в Эфиопии заочно приговорили и Мингисту Хайле Мариама. Его обвиняют в убийствах тысяч человек в ходе семнадцати лет правления.